ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Привет! С вами Наталья Кочеткова. Сегодня мы будем читать книги о маленьких больших девочках и пустяковых важных разговорах в программе ПОЧИТАЙКА! Как вы, конечно, знаете, все мы разные и можем отличаться в самых неожиданных признаках, например, в росте. Казалось бы, одному ребенку 6 лет и другому 6 лет. Они ровесники, но один успел вытянуться за лето, а второй подрос совсем чуть-чуть. И еще непонятно, кому обиднее – тому, кто остался невысоким или тому, кто вдруг сильно вырос. Хотя, если честно, не должно быть обидно никому. Героиня книги Сибий Делакруа – из тех, кто растет очень быстро. Элиза выше всех, выше друзей на своей улице, выше одноклассников. Она почти такая же высокая, как взрослые. И Лизе часто говорят, что она витает в облаках. Это потому, что она ближе к небу, чем остальные. Она мысленно летает на Луну и разговаривает с птицами и самолетами. Вы, наверное, думаете, как это здорово? Конечно! Но при этом она ведь еще и маленькая девочка. И ей очень хочется, чтобы в ней пока еще видели малышку. Ей надоело стоять в последних рядах, сгибаться вдвое, чтобы не слишком бросаться в глаза и не казаться себе такой уж громоздкой растяпой, когда она что-то роняет и разбивает. Книга Сибий Делакруа про Элизу называется «Моя большая», потому что этой девочке очень бы хотелось, чтобы кто-то уже, наконец, сказал ей «Моя маленькая». Возрастная маркировка издания 0+. Эрки и Бритта едут в поезде. Эрки – девочка, Бритта – молодая женщина. Они не были знакомы ранее. Эрки села рядом с Бриттой в вагоне, и они разговаривались. Вообще-то детям, как вы знаете, не стоит разговаривать с незнакомцами. Это может быть опасно. Но Бритта – хороший человек. И так уж вышло, что разговор завязался. Они обсудили имена друг друга и немного поговорили о том, откуда у Эрки такое необычное имя. Эрки рассказала, что умеет играть на блок-флейте, и кто ее научил. Рассказала о своей младшей сестре Ильве и лучшем друге Рональде. О семейных поездках и разных происшествиях, которые случались в это время. А Бритта – о своем женихе, который скоро станет ее мужем. Так бывает, что иногда ни к чему не обязывающая беседа с малознакомым человеком превращается в разговор о чем-то очень важном, что трудно обсудить с близкими. Вот и с Эрки и Бриттой так выходит. Книга Вильде Камфьорд с иллюстрациями руна Маркхюса называется «Накривик к дому». Все мы знаем слово «напрямик». Это самый краткий путь откуда-то куда-то. А накривик – это когда вроде бы совсем не по пути, но очень надо, хочется и вообще так правильно. Вот и Эрки с Бриттой вроде бы ведут беседу ни о чем – о пустяках. А потом, накривик, обходными путями выходят на самую важную и нужную тему. Кстати, книга состоит только из реплик девочки и ее собеседницы. Больше в ней нет ничего – ни описаний, ни ремарок, вообще никакой авторской речи, только картинки и разговоры. Но из них мы все понимаем и про героинь, и про обстановку, в которой они беседуют. Очень необычный способ рассказывания историй, согласитесь. Возрастная маркировка книги – ноль плюс. Итак, я вам сегодня рассказала о книгах Сиби де Лукруа «Моя большая» и Вильде Камфьорд и Руне Маркхюса «Накривик к дому». Послушать программу можно также на сайте детского радио дети-фм.ру в разделе «Почитайка». Приятного вам чтения и до новых книжных встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова